Всем привет, друзья! Сегодня мы с вами разберем колясочку, посмотрим на нее, изучим. Колясочку от компании Corella. Моделька называется Nero. Это прогулочная колясочка с так называемым автосложением. Но это я вам попозже покажу. В двух словах технические характеристики вам назову. Такие базовые. Если вы обратите внимание, это колясочка из компактных колясочек. Скажем так, есть вот такая коляска, но с маленькими колесами. Это ультракомпакт. А есть вот такой гибридный вариант колясочек, когда из ультракомпактов делают более или менее всесезонную вседорожную коляску, установив на нее побольше колеса. Тем самым мы получаем достаточно компактную колясочку, но спокойно себя чувствующую на плохой дороге. Поэтому вполне себе интересные варианты, скажем так. Особенно в наших южных регионах это вообще просто топчик. Вес с сидением здесь из-за того, что здесь побольше колеса, она не весит 5 кг, она весит 9,2 кг. Но это все же адекватный вес на самом деле. Наклон у нас в сидении здесь 110-170 градусов. Вполне себе нормально. С полугода производитель позиционирует. Можно ее катать до 22 кг веса ребенка. И 57 см у нас колесная база. То есть мы не ограничены ни в каких-то лифтах узких, еще что-то. Везде она себя нормально будет чувствовать, везде проедет. В комплекте, кстати, здесь будет еще накидка на ножки. Я вам сейчас покажу, когда дойдем до нее. Так, начинаем сверху вниз, друзья. Что касается тканей. Ткани, друзья, здесь не какого-то премиум качества. Обычная классическая ткань, плотненькая. Эти ткани, как показывает уже многолетний опыт, это износостойкая ткань. Хорошо себя показывает на дальней дистанции. При долгой эксплуатации не теряет товарный вид. Она прочная. Ее не просто так поцарапать, порвать. С этим все хорошо. Очень практичная ткань. В козырьке также у нас есть здесь такое смотровое окошечко. Здесь и пленка, и москитка, сеточка встроена. И крышечка здесь на магнитике, что самое хорошее в этом есть. Собственно, можно увеличить этот козырек, отстегнув еще одну секцию. И он опускается, в принципе, достаточно сильно. Вот, если, например, мы наклоним спиночку. Кстати, регулируется спиночка у нас здесь с помощью рычажка вниз, а с помощью тросика наверх. Вот я опускаю вниз и посмотрим на его 170 градусов. Вполне себе прекрасно. Ребеночек спит. Он нормально там от непогоды по бокам закрыт. Сзади у нас здесь, видите, можно... Вот мне это решение, кстати, очень нравится. На замочке вот так открыли, завернули и с помощью специального крепежа зафиксировали. И все проветривается. Прекрасно. С этим все хорошо. Так, что касается ручки, друзья. Ручка у нас здесь по высоте не регулируется, по наклону тоже не регулируется. Эта ручка статична и обшита эко-кожей, мягенькая, приятная. С этим все хорошо. По высоте, друзья, точные характеристики. Высота ручки от пола до ручки в описании по ссылке пройдите. Там есть полная информация, вот детальная. Вот. У меня 186 рост, поэтому приблизительно понимаете, как будет вам. Большинству людей эта высота ручки подойдет. Что касается сидения, давайте на него взглянем. Сейчас еще подниму. Так, вот смотрите, это 110 градусов. Это вполне себе, 110 же я сказал, вроде бы 110. Да, 110 градусов. Это не полностью какая-то капитанская посадка, но спинка особо не завалена назад. Поэтому ребенок будет нормально себя чувствовать, когда не спит, бодрствует. Все хорошо. Естественно, пятиточечные ремни, мягкие накладочки везде есть. Вот. Поэтому с этим все нормально. Ремни, естественно, по длине регулируются, по высоте регулируются. Все хорошо. Так же у нас бампер. Так, где у нас эта кнопочка? Его можно откинуть в сторону и опрокинуть вниз, чтобы был легкий доступ для посадки ребенка. Вот этот механизм мой самый любимый, он самый правильный. Подножечка, естественно, она у нас тоже регулируется. Вот таким образом. Есть ступенька для ребенка, чтобы он может там ножки ставить. И взбираться на коляску, когда подрастет. Так, давайте сейчас взглянем на шасси, что из себя представляет у нас вся нижняя часть коляски. Собственно, что мы имеем здесь? Здесь сразу хочу отметить, что здесь мне понравился багажник. Накидка на ножки, сейчас мы на нее посмотрим. Мне понравился багажник. Он глубокий, у него высокие стенки. И он, скажем, когда вы сюда накидаете, кстати, нагрузку он, как заявляет производитель, выдерживает максимально 3 килограмма. Но, как показывает практика, они обычно больше выдерживают. Вот. Из-за высоких бортов накидали чего-то при заезде на бордюры и тому подобное. Вываливаться отсюда ничего не будет. Ну, естественно, в разумных пределах, друзья. Вот. Он удобный, глубокий. И в основании вшиты пластиковые пластины, чтобы он сильно не прогибался. Поэтому вот здесь все хорошо. И что мне понравилось, он очень прочно закреплен на раме. И не просто на крючочках несчастных, а полностью обернут. Там все мощненько, все хорошо. Колеса, друзья, здесь у нас полиуретановые, но очень мягенькие. Колеса прям действительно мягкие, они не кондовые. Коляска едет достаточно приятно. Есть у нас амортизация. Антишок спереди. Колеса передние, естественно, блокируются, само собой. С этим все хорошо. Тормоз. Тормоз мы нажали кнопку. И вот еще бы раз нажать, и он отстегнулся, было бы здорово. Но нет. Здесь у нас нужно ковырнуть снизу. Но производитель заморочился. И кнопка с обратной стороны, она резиновая. Поэтому обувь вашу портить она особо не будет. Почему так не делают? Большинство производителей, даже ощутимо дороже коляски, часто так не делают. Это прям редкость. Поэтому молодцы. Так что давайте сейчас посмотрим на накидочку, и как эта вся конструкция складывается. Что касается накидки, друзья. Как я и говорил, идет в комплекте. Она очень толстая. Она непромокаемая. Воздух, естественно, не пропускает. Непродуваемая. Фиксируется она к коляске с помощью кнопок. Это самый эффективный способ. Потому что липучки это все фигня. Крючки всякие тоже не то. Кнопочки самое. Но даже если кнопка испортилась, в отелье за 150 рублей вам ее поменяют на новую. И все хорошо. А что самое интересное, здесь посередине замочек. И когда вы ее одеваете, вы можете не снимать всю накидку, чтобы посадить ребенка. Открыли. У вас появился доступ. Все прекрасно. Вот это вот тема, которую тоже почему-то другие производители не делают. Поэтому в таком ценовом диапазоне удивляешься, насколько коляска продумана даже в мелочах. Видите, идет основание. Внахлёст одевается на подножку. И снизу ребенку тоже не поддувает. В общем, накидочка прям 5 баллов из 5. Так, друзья, давайте теперь посмотрим, как коляска у нас складывается. Чтобы ее сложить, нам нужно... Они заявляют, что это автоматическое складывание. Вот сейчас мы с вами это и проверим, как обычно в рекламных роликах. Они просто нажимают, толкают, и она сама складывается. Вот. Стойте. Опа. Все. По идее, оно так и произошло. Но единственное, я бы ее придержал, потому что она может вперед свалиться. Собственно, вот так вот это все выглядит. Компактно. Очень даже хорошо. Единственное, производитель ни один не рекомендует вот так вот переносить коляску за бампер. Потому что если у вас будет поломка бампера, как обычно, они будут отказывать в гарантии. Потому что это сломать можно только вот так физически переносить. Лучше колясочку где-нибудь вот так за раму, не за бампер. Собственно, все стоит, все удобно, все хорошо. Чтобы ее разложить с обратной стороны, здесь есть фиксатор. Открываем его и поднимаем все это в обратном порядке. Так. Всю информацию, что хотел донести, я донес, друзья. Добавить мне больше нечего. Это очередное классное предложение от бренда Corella. Corella, наверное, он сейчас один из самых продаваемых брендов. Потому что они нам дают действительно уникальное предложение по цене и качеству. Они всегда будут немножечко дешевле прямых своих конкурентов по качеству, по оснащению. Но дешевле. Прекрасно. Это эта коляска на текущий момент. Актуальную цену вы, естественно, по ссылке смотрите. Но на сегодняшний день, на момент публикации ролика, коляска стоит 14 900 рублей, друзья. 15 тысяч рублей и у вас вот такая прекрасная колясочка. Всесезонка по факту. Как по мне, почему бы и нет. Так что, вопросы остались. Комментарии открыты, пишите. Там с вами пообщаемся. Ссылочка на нее, напомню, есть в описании. Вы, кстати, можете парочку колясок заказать на выбор. Курьер приедет. Вы дома там все посмотрите. Быстренько, нечасно это дается. Вот. И, собственно, выберите. Другую он увезет. Так что, такая опция есть. Так что, всем удачи. Хорошего выбора. Пока. Пока.